Лето для одних пора отдыха, а для других время напряженного труда. Речь идет о тех, кто сдает вступительные экзамены. Абитуриенты начинают штурмовать вузы и СУЗы. 20 июня стартовала приемная кампания. Какие нововведения ждут поступающих, кто из ребят может рассчитывать на льготы и какие стипендии ждут высокобальников, подсчитала наш корреспондент. Традиционно в топе у молодежи такие направления, как экономика, медицина, юриспруденция и IT-технологии. ТВГУ обучает специалистов с учетом требований рынка, причем не только бакалавров, но и магистров. За место в магистратуре поборется в этом году и выпускница математического факультета. Она подает документы. Схема та же, что и у бакалавров, только вместо аттестата диплом. Заканчиваю бакалавриат в этом году, то есть получаю диплом по специальности математика-компьютерной науки, диплом бакалавра. То есть и хочу продолжить дальше свое обучение, то есть дальше на ту же кафедру прийти и уже усовершенствовать свои знания. ТВГУ примет на бюджет в этом году 1350 студентов. Из них 836 очников-бакалавров, 144 специалиста, 303 магистранта и 90 аспирантов. Кстати, они теперь будут обучаться только очно. А абитуриенту теперь нужно учитывать, что оригинал аттестата и согласие на зачисление необходимо предоставить до 3 августа. Еще одно нововведение – квота для детей участников специальной военной операции. Если, например, родители и сотрудники федеральных органов ранены или, не дай бог, убиты, то тогда такие дети поступают без вступительных испытаний, кроме экзаменов профессиональной и творческой направленности. А дети, чьи родители служат, поступают по особому конкурсу, да, опять же, особая это квота специальная, но сдают вступительные испытания. Выпускники школ Донецкой и Луганской народных республик сдают внутренние вступительные экзамены, кроме русского языка. Что касается процедуры подачи документов, то для всех она остается прежней. Подать заявление в ВУЗ в этом году можно двумя способами. Первый – это очный, то есть традиционный. Для этого необходимо прийти в сам ВУЗ. Здесь консультанты помогут сориентироваться в выборе специальности, а также помогут заполнить специальную анкету. Второй способ – дистанционный. Заполнить все документы можно в электронном формате, но придется прикрепить сканы необходимых документов. Приемная кампания началась и в среднеспециальных учебных заведениях. Их штурмуют выпускники девятых классов. Правила приема без изменений. Популярные специальности те же, что и в ВУЗах – экономика, юриспруденция и IT-направление. Автоматизация технологических процессов и производств. Я выбрал ее, потому что сейчас большинство профессий связано с компьютерами. После девятого класса удобно. Не вижу смысла идти в десятый-одиннадцатый. Какая профессия? Автоматизация технологических процессов и производства. Право и социальное обеспечение. Решила, что пойти после девятого класса было намного выгоднее. ЕГЭ очень сильно давит на людей. Как раз после того, как получу образование, сразу планирую пойти на вышку. Как посетовала секретарь приемной комиссии колледжа имени Коняева, ошибочно думать, что в СУЗы идут только троечники. Тенденция давно поменялась. Конкурс есть даже для тех, кто поступает на платной основе. Прием на очную форму обучения, независимо от того, бюджетная это или платная основа, по среднему балладистата. Заочная форма обучения – свободный прием, без вступительных экзаменов и, соответственно, без требований балладистата. В этом году одна только коняевка готова принять на бюджет 325 ребят. В среднем образовании есть, безусловно, и плюсы. К тому же все профессии важны и все профессии нужны. Но при этом остается факт, что большинство опрошенных ребят все же нацелены в дальнейшем усовершенствовать свои навыки в университетах. Субтитры создавал DimaTorzok